Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня будет новое видео. Сегодня я расскажу очень хорошие новости за октябрь 2022 года. Октябрь еще не закончился, еще как бы начало октября, но уже много интересных новостей и мне не терпится вам об этом рассказать. И самая интересная новость, которая будет для беженцев из Украины, это то, что 11 октября, наконец-то, во вторник, Совет Министров разрешил перевести последние 53 миллиона, практически 53 миллиона, 52,8 на выплаты помощи для беженцев из Украины. Это те 400 евро, которые все ждут с августа месяца. Поэтому, наконец-то, это уже последняя денежная помощь, которая должна была выделить государство на оплату этих пособий, этого вида помощи. Были перечислены, вернее, не то, что были, а разрешила перевести. Ну, то есть, по идее, в ближайшее время они должны будут перевести, и в тех регионах, в которые находятся беженцы, уже получат всю сумму денег на выплату этой помощи. То есть, в принципе, в ближайшее время уже можно будет подавать заявки на эту помощь. Где это будет, как это будет, какие документы, пока неизвестно. Но, если уже деньги сказали перевести, то в ближайшее время их переведут, и, соответственно, в ближайшее время уже будет установлен порядок. Поэтому, в принципе, уже какой-то процесс двинулся, уже хорошо, потому что с августа месяца ничего вообще слышно не было. То есть, весь август, весь сентябрь, вот так в октябре, только сейчас вот эта вот новость. Поэтому я рада этому, что уже, наверное, скорее всего, не прошло и 3 года, и эту помощь начнут только запрашивать, еще не выплачивать. Вот, ну, это в любом случае хорошая новость, это значит, что они вообще не забыли, и это значит, что скоро уже что-то сдвинется, и будут выплачивать беженцам, которые находятся. Еще раз повторюсь, это помощь для беженцев, которая находится здесь, в Испании, из Украины, и которая не состоят ни в каких, ни государственных, ни социальных организациях, на обеспечении. То есть, они сами по себе живут на свое обеспечение, то есть, на свои денежные средства. Поэтому эта помощь предназначена именно для них. Еще у меня есть для вас очень много интересных новостей, потому что выступил наш премьер-министр Санчес, и пообещал очень много всего замечательного, хорошего на 2023 год. То есть, они будут принимать бюджет на 2023 год, и он объявил, что будет, что нас ждет, и какие улучшения он хочет, соответственно, сделать, чтобы его снова выбрали, и он снова был премьер-министром. Так вот, что же нас ждет? Первое, это для пенсионеров, что пенсию хотят повысить на 8,5%. Это такое значимое повышение, потому что раньше всегда повышали на 1%, на 2%, на 5%, ну такое. 8,5% это как бы, ну, это достаточно большое повышение. Вот, поэтому для пенсионеров, кто получает пенсию, ждите, с 2023 года вам поднимут. Дальше, госслужащие, ну как же забыть про себя, любимых госслужащим тоже нужно повысить зарплату, им повысят на 2,5%, не так, как для пенсионеров, но про себя они тоже подумали, они забыли. Вот, студенты, в этом году было потрачено очень большое количество денежных средств с бюджета на стипендии БЭКа знаменитой. То есть очень много было стипендий не только для университетов, стипендий для Бачиратус, то есть это те, кто, дети, которые заканчивают 10-11 класс, для ФП, формацион профессиональные, это те, которые как по-нашему, да, как я говорю, как техникуму, да, тоже было очень много стипендий, то есть было потрачено, ну, вложено в стипендии очень большое количество. На следующий год они собираются это все оставить, то есть тоже будет, и плюс еще увеличить на 6,6%, то есть еще больше дать стипендий на учебу. То есть они спохватились, что нужно, чтобы дети учились, развивались, они сидели дома, ничего не делали, то есть те, кто хочет учиться и нет средств, то есть они будут обеспечивать, то есть они будут давать стипендии, причем там есть разные стипендии, очень много разных, то есть и на оплату есть, есть даже сами университеты дают стипендии для лучших учеников. Ну, то есть там есть достаточно, то есть и разные, и от государства, и от местных, и от самого университета, ну, то есть вложено в развитие, да, в образование достаточно большие денежные средства, и в следующем году они хотят это все еще больше увеличить. Так, следующее, что очень тоже интересно, это бесплатный проезд, который сейчас у нас есть на поездах, да, уже все-все-все знают об этом, что ты, что можно купить билет, 10 евро как залог и ездишь бесплатно. Так вот, на 2023 год они хотят продлить, не уточняется на весь 2023 год, на 3 месяца, на полгода, до лета, до осени, никто ничего не говорит, но хотят продлить, так что будем надеяться, что еще продлят, если не на весь год было бы, конечно, хорошо, то хотя бы там, скажем, до лета, пока дети, например, учатся, очень многие учатся и ездят на поездах, ну и для работников, соответственно, тоже это, конечно, большая помощь. Вот, еще объявили, что они хотят уменьшить, это уже не очень хорошая новость, расходы по безработице. Что это имеется в виду? Те, кто стоит на пособие по безработице, получает, да, на учете, как безработный, знают, что вкладываются тоже достаточно большие деньги на, на что? На образование, например, то есть можно пройти различные курсы, также они проводят разные беседы, помогают там составлять резюме, ну то есть это организация, которая занимается развитием, да, и помощью, чтобы человек нашел работу. Так вот, они хотят уменьшить расходы, не сказали, насколько. Вот, уменьшить, почему? Потому что по статистике в данный момент сейчас работает очень большое количество людей, которые, то есть процент работающих намного выше, чем за последние года. Вот, поэтому в этом плане они хотят расходы все-таки немножко уменьшить, потому что, как бы, не так много безработных. Ну, не знаю, я не знаю, ну, если говорят, поверим. Но в то же время они хотят все-таки улучшить другое направление. Люди, которые стоят и получают пособие по безработице, знают, что первые полгода получают 70% от солярия басы. То есть, а потом уже все оставившееся время они получают 50%. То есть, грубо говоря, если у вас есть год пособия по безработице, то есть 6 месяцев вы получаете 70% и еще 6 месяцев вы получаете 50%. То есть сейчас они хотят сделать первые 6 месяцев 70%, как и было, ставить, а дальше сделать не 50%, а 60%. То есть поднять на 10% вот в следующий период. Это тоже хорошая новость для тех, кто получает пособие по безработице, потому что на 10% оно все-таки увеличится, да, то есть немножко больше. Следующая замечательная новость, это то, что собираются выплачивать 100 евро на каждого ребенка до 3 лет всем, 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 всем. То есть если сейчас на данный момент получают 100 евро только мамы, которые работают, то есть если кто-то не работает, не получает эти 100 евро, то с 2023 года хотят сделать эти выплаты всем, всем, всем мамам на каждого ребенка. То есть работаешь, не работаешь, не уточняют, будут ли какие-то лимиты по доходам, то есть если там доход выше какой-то там, то эти 100 евро не получишь. Нет, не уточняют, но в любом случае это хорошая новость, потому что многие мамы не работают и, соответственно, не могут получить эту помощь. А все-таки 100 евро на ребенка, это уже как бы что-то, это уже даже хорошо. Еще одна тоже хорошая новость, это то, что в 2023 году хотят продлить Боно Хоуэн Аль Келер. То есть то, что вот в этом году подавалось Боно Хоуэн на аренду недвижимости молодежи, то есть они хотят это сделать в 2023 году. Это тоже замечательно, то есть можно будет подать, например, тем, кто не вошел в этот год, да, или продлить эту помощь тем, кто уже получал. Вот, поэтому это тоже замечательная новость. Также они хотят продлить Боно Культураль. Я уже рассказывала, что это такое, это молодежи, которые в этом году исполнялось 18 лет, исполнилось или исполнится, или будет исполняться, могли потратить 400 евро на культурные мероприятия. У меня есть отдельное видео про это, то есть когда можно было подать, куда можно было потратить и так далее. Так вот, в следующем году тем, кто исполняется 18 лет, тоже могут получить эти 400 евро, то есть потратить 400 евро на культурные мероприятия. Книги, театры, концерты, диски, видеоигры и так далее. То есть это тоже замечательная новость. Когда будут известны все нюансы, то есть когда подать, какие документы, на все вот эти вот виды помощи, на все пособия, все-все-все, что я вам рассказываю, соответственно, я вас буду информировать, соответственно, я буду подробно вам рассказывать. То есть пока это только то, что нам сообщил Санчес, то, что нам обещает. Но как бы это все еще ничего не вышло официально, то есть это только обещание. Так вот, что еще нам обещает? Еще нам обещают работникам давать 7 дней в году, чтобы смотреть за родными. То есть что-то такое, например, у вас заболели дети, то есть у вас есть 7 дней в году, когда вы можете остаться с ребенком, он заболел, плохо себя чувствует, или там мама, или папа, или муж, то есть когда вы можете за ними ухаживать 7 дней в году. И тоже есть до 8 недель в году, до 8 недель на детей до 8 лет. То есть, ну, это уже не оплачивается. То есть если в первом варианте, в случае, да, до 7 дней в году, если кто-то заболел, это оплачивает работа, да, то это в 8 недель в году это уже не оплачивается. То есть вы можете взять 8 недель за свой счет, то есть не оплачиваемых, и если у вас ребенок есть до 8 лет, и вы сможете с ним побыть, не знаю, там, по любой причине. То есть если у вас есть ребенок, вы имеете право посидеть 8 недель бесплатно, например, взять летом 8 недель, поехать куда-то с ним, отдохнуть, побыть на каникулах. Ну, то есть в прогнозах на 2023 году, на 2023 год внедрить такие вот условия, да, такие вот правила. Это, кстати, очень замечательно, потому что я по себе знаю, что иногда есть такие моменты, когда нужно побыть с детьми, например, особенно когда они маленькие, и у тебя нет возможности его оставить с кем-то, например, на неделю, там, да, или на две, и хочется побыть с детьми, куда-то с ними поехать, получить удовольствие, да, пока они маленькие, пока они еще хотят с тобой находиться, потому что придет время, когда они уже не будут хотеть с тобой находиться. Вот, поэтому я думаю, что это хорошая новость. Я не знаю, каким образом это все будет определяться, то есть как это все будет распределяться, то есть при каких условиях, ну, то есть в дальнейшем нам об этом сообщают. Также, если мама или папа-одиночка с двумя детьми, будут приравниваться как семья, многодетная семья. То есть раньше такого не было. Многодетная семья – это трое детей, да, там еще если есть дети инвалиды, это тоже были какие-то тоже свои исключения. Но с 2023 года хотят ввести, что мама-папа-одиночка, двое детей, значит, это многодетная семья, и, соответственно, если это многодетная семья, то там свои какие-то льготы, свои пособия, то есть там где-то меньше платить, где-то больше получить, ну, то есть как бы приравниваться к этой категории. И еще одна новость, что и према, индикатор дохода, да, поднимется до 600 евро. Сейчас он составляет 579,02. Почему это так важно и на что оно играет? С этой суммы берутся все пособия. Ну, может быть, не все, конечно, но очень многие, 90%. Например, этот знаменитый ингресс у минимум Виталь, да, который платится многим, и кто хочет получить, кто не работает и нет дохода, получает это пособие, тоже берется из этой суммы. Другие пособия, ну, в общем, много очень пособий, которые берется из этой суммы, то есть проценты из этой суммы. И, соответственно, если он увеличивается, то, соответственно, пособие тоже увеличится. То есть, например, будет составлять 480 евро, а сейчас составляет 463 евро. Ну, то есть это получается там на 20 евро больше, но при такой сумме 460 евро 20 ролей все-таки играет роль, наверное. Ну, то есть все равно приятно. Вот, на этом все. Это были все новости интересные. А, еще одна очень-очень интересная новость, которую я должна, наверное, была бы сказать в самом начале, как я могла вообще пропустить, это то, что наконец-то приняли, что имплядос де Огар, домработницы, смогут получать пособие по безработице. Ура! Очень долго ждали, очень много лет работали. С 2012 года, если я не ошибаюсь, приняли их, как бы легализовали этих имплядос де Огар, но они не могут получать пособие. То есть они работают, платят налоги, но налог по безработице не платят. Соответственно, они не могут получать пособие по безработице. То есть они работают, их работа окончается, заканчивается там, или их увольняют, а все, ничего не получают. То есть вообще ничего. То есть если обычный работник заканчивается работой, он отработал какое-то количество времени, у него есть, в зависимости, сколько он отработал, у него есть пособие по безработице. И после этого у него есть другие пособия. То для домработицы ничего вообще не было. Вот, это было несправедливо. Наконец-то приняли, еще в сентябре приняли, что с 1 октября все имплиады с долгар теперь должны платить налог по безработице. И соответственно, с 1 октября будут считаться все эти отчисления и уже всчитываться в пособие по безработице. Я сниму отдельное видео, прям подробно, потому что там еще кое-какие изменения есть, что нельзя просто так увольнять, там свои нюансы есть, то есть улучшения, то есть не ухудшения, а именно улучшения для домработниц. Я все расскажу, но в любом случае объявляю вам, что с 1 октября все домработицы, все имплиады с долгар теперь должны платить эти отчисления. Они небольшие и соответственно смогут получать пособие по безработице или другое пособие какое-то. Вот, на этом все. Это уже точно на этом все. Я рассказала вам все-все новости, которые выяснила. И они были все очень хорошие, ну, по крайней мере, я так считаю. Вот, затронули очень большое количество людей, очень интересно. Если еще какие-то новости про 400 евро для беженцев из Украины, я, конечно, буду все это выставлять. В первую очередь я сразу выставляю все, когда узнаю это все, сразу выставляю в Инстаграм или в Фейсбук. Так что подписывайтесь обязательно, потому что я ставлю там все-все-все новости, все, что туда. А потом я уже снимаю видео. Для этого нужно, конечно, время, пока я сниму, пока я все это смонтирую и поставлю. То есть пройдет, там, скажем, несколько дней. А там я сразу все ставлю. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех-всех-всех новостей. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Но для вас было и интересным, и полезным. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем хорошего дня и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok